Коррупция Коррупционеры 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 В частности, если мы говорим об органах прокуратуры, то одно из основных направлений деятельности прокуратуры – это координационная деятельность всех правоохранительных органов, которые связаны в том числе и с повышением эффективности борьбы с коррупционными преступлениями и правонарушениями. И вот эта координационная деятельность, она тоже дает свои положительные результаты, по крайней мере, мы объединяем свои усилия, свои проверочные мероприятия на достижении цели выявления коррупционных преступлений тех лиц, которые их совершают. Поэтому мне кажется абсолютно естественным, что до многих должностных лиц все-таки дошло понимание, что такое коррупция, что такое превышение должностных полномочий, превышение должностных полномочий, что такое взятка. И, в общем-то, рисковать с учетом того, какие санкции предусмотрены действующим уголовным законом, не стоит, потому что жизнь гораздо дороже, она гораздо интереснее, нежели какая-то сиюминутная корыстная выгода или выгода иного какого-то нематериального плана. Что касается выявления преступлений, да, они стали выявляться чаще, то есть наработан определенный опыт. Есть методика выявления коррупционных правонарушений и преступлений, поэтому можно говорить об эффективности работы. Ну, в частности, за текущий год на учет поставлено 179 преступлений коррупционной направленности на территории города Екатеринбурга. Это чуть больше, чем в прошлом году. То есть идет работа, нарабатывается опыт, в том числе и учитывается та судебная практика, которая складывается в нашей стране и в нашем городе в частности. О каких-то суммах можно говорить, вот начиная с какой цифры люди готовы рисковать? Дело в том, что суммы разные, от 200 тысяч и до нескольких миллионов. Это все зависит от самого криминального сюжета, от тех отношений, которые возникают между взяткодателем и взяткополучателем. Это зависит и от должности, и от вопроса, который решается, ну и многие другие факты здесь тоже как бы влияют. Хорошо, самое громкое дело, которое сейчас есть и которое или скоро отправится в суд, или вот сейчас уже сторона обвинения в суде работает? Такие дела у нас есть уже и с приговорами. У нас, ну так скажем, что касается города Екатеринбурга, был, сделал не то, что некий акцент, а, наверное, вот всплыл на поверхность коррупционная составляющая в деятельности сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции. Есть уже рассмотренные уголовные дела в отношении сотрудников данного подразделения ОМВД города, ну и есть в производстве следственных органов также дела, которые, ну я думаю, что в СМИ достаточно ярко уже освещены, и я думаю, что нет как бы смысла сейчас об этом говорить, поскольку дела находятся в производстве и расследование продолжается. Хорошо, спасибо большое, мы скоро вернемся в студию и самое интересное в главных новостях Екатеринбурга последует. Оставайтесь с нами.